С какого момента мы можем переходить к преодолению препятствий? Вот мы научились контролировать мотоцикл, научились ездить по разным грунтам, покатались по полям, по горам, пока все в лайт режиме. То есть мы уже чувствуем мотоцикл, можем даже курить, когда вверх подываемся, с какого момента мы переходим к препятствиям? А начнем, давайте с того, что вы называете препятствиями? С моей точки зрения, это я, опять же, как ученый для себя определил, что по сути своей, если систематизировать все препятствия, которые существуют, которые показывают в естественной природе, они отличаются от препятствий, которые показывают на гонках, которые ставят искусственно на гонках. То есть по сути своей, ну что, препятствия это возвышенность, бревно, шина, камень, стоящий на пути, который нужно переехать, гора, в которую нужно подняться, вертикальная, которая не такая простая. Я вот это считаю препятствиями? Ну, если мы говорим о гоночном режиме, где есть препятствия, или переезжаешь и ты не едешь в эту гонку, или мы говорим в лесу, вот вы едете, хорошо, лежит камень, вам надо его перепрыгнуть, если можно его объехать. Нет, конечно, лучше объехать, но бывает, когда нельзя объехать. Ну, а когда есть много камней, их никак не объехать, их необходимо преодолеть. Так вот, у нас идет поэтапность, в любом случае обучение, поэтапность в чем? Изначально это стойка. Когда у нас будет правильная стойка, с этого мы дальше начинаем двигаться. Если у нас нет стойки, ни о каких бревнах, ни о каких препятствиях. Я же говорил, может быть, стойку отработали, вот мы покатались по разным грузам. У нас прекрасная стойка, у нас прекрасный разгон и торможение. Мы понимаем, как правильно пройти поворот, элементарный, да, то есть без упорника, без ничего. Ну, то есть в лесу нам никто не будет упорные стенки делать, как на трассе мотокус. Мы попробовали себя на траве, попробовали на песке, все здорово, у нас все получается. Мы отработали подъемки и спуски. Мы не боимся, когда у нас переднее колесо поднимается, или заднее у нас поднимается, а переднее проваливается. И мы переходим уже к упражнениям, например, с тем же бревном. Хотя бревно я даю на второй день тренировки. Уже, да? Да, второй день тренировки уже с хорошей стойкой. У нас люди не висят на руле, едут с одной рукой, все, поехали катать бревно. Но это бревно, бревно такое, которое мотоцикл Hard Enduro с ходами подвески 30 сантиметров проедет и не почувствует. Но психологически для человека это препятствие. Конечно. Это не препятствие для мотоцикла. Но мы начинаем с малого. Вот с этого малого бревна, например, в третий день тренировки, когда мы отрабатываем грязевую колесу, там, закольцованный лесной участок, и у меня, там, дядя Ваня, там, бревнышка лежит в сторонке, ребята ездят, катаются по кругу, и потом мне нечаянно у них на трассе появляется препятствие в виде бревна. Мне не успевают испугаться, и приезжают через это небольшое бревно. А в дальнейшем, то есть, я уже, когда не вкатились, устраиваю заезд на скоростное. То есть бревно же можно перекатиться через него, можно переплетать. Можно вообще мотоцикл через него перекатить на газу? Можно, но не нужно. Это же нужно затратить достаточно много сил, слезть с мотоцикла, перевезти его. А, как правило, мы уберемся передним колесом от обривного. Мы толкать, тратиться и сил. Все-таки лучше ехать, конечно. Естественно. Ну вот. Поэтому постепенно мы переходим к препятствиям уже на базовую, как говорится, в начальной школе. Но эти препятствия, все, чем дальше, тем, как говорится, чем дальше влез, тем больше партизаны, мы делаем все сложнее, сложнее, сложнее. Так же, как и горки. То есть было время, мы начали ужесточать какие-то сложнее препятствия делать и так далее. И народ начал обкатываться. То есть меньшее количество людей стало посещать соревнования. Почему? Потому что необходимо тренироваться. То есть вот так, попив пивка с утра сегодня, и подумав, увидев регламент по гонке, мечтая его приехать на соревнования, да еще и желательно выиграть, да, или там приехать в пятерки лидеров, уже не получается. Соответственно, необходимо тренироваться. Если мы не треним, ну, соответственно, мы не являемся гарниром в этом мероприятии. Поэтому все должно быть поэтапно, и переходить препятствия необходимо после того, как вы почувствовали себя одним человеком с мотоциклом. Разумеется, мы постоянно, на протяжении всей жизни, можно оттачивать свои навыки. И тот же Грэнд Джарлис, который там, городин бог, как говорится, да, так же падает. И очень здорово, что показывает, что он падает. Как раньше говорил мой тренер, когда я занимался мотокроссом, если ты на тренировке ни разу не упал, то ты сегодня не тренировался. То есть необходимо понимать свою грань. Тот предел, до которого ты можешь себя довести. И в любом случае ты в гонке должен ехать медленнее, чем на тренировке. То есть почему? Потому что еще психологическая составляющая, давление, все-таки оппоненты и так далее, имеет место быть. Но чем больше вы тренируетесь, чем больше вы участвуете в соревнованиях, прекрасные поговорки, что одна гонка равна 10 тренировкам. Это действительно так. Потому что ты мобилизуешься полностью, мобилизируешься полностью. И выкладываешься на 100% соревнования. А двух часов в день занятий достаточно? Достаточно. Если у вас нет времени, вы можете выйти, зайти к себе в гараж на заглушенном мотоцикле, встать на подножке и не постоять 15 минут. Не касаясь земли. То есть в балансе. Побалансировать. Это будет прекрасная тренировка. У вас нет времени, но 15 минут достаточно будет, чтобы потом вы в душе больше времени проведете после этой тренировки. Но это будет тренировка. Это будет тренировка на балансе. И она вам ни в коем случае не помешает. То есть достаточно любого времени, самое главное, системно подходить и понимать, для чего вы поехали на тренировку. Что многие говорят, а поехали потренируемся? Поехали. Выехали в лес и понеслись. А что мы тренируем на сегодняшний день? Скоростную выносливость? Нет. Отработку, прохождение препятствий? Нет. И просто катаемся. Ну кататься и тренироваться – это разные вещи. Ну это естественно. Поэтому можно быть на площадке 100 на 100 квадратных метров и прекрасно поработать на однородной площадке элементарно, поотрабатывать те навыки, которые давались вам ранее. То есть медленная езда – пожалуйста. Реальная подготовка. Эндуро – это симбиоз. Мотокросс, отриалы и еще своих нюансов. Давайте сегодня поработаем реальную подготовку. Медленная езда – пожалуйста. Завтра у нас есть возможность. Мы выехали с друзьями, нашли какую-то секцию, и не просто раз переехали, а давай в 10 раз. Ну сколько раз ты получится перепрыгнуть? То есть у тебя в 8 раз в 10 получается, то уже хорошо, значит, ты потренировался. А если через раз получается, ну давай еще, надо поработать. Необходимо анализировать, почему у меня не получается, что я делаю не так. Потому что рядом тренера не будет, который будет постоянно подсказывать, где подлеску качнуть, где газ забавить, где сцепление потравить и так далее. То есть самоанализ – это самый лучший тренер. Когда мы анализируем, мы достигаем лучшего результата. Анализируем и тренируемся, а не просто лежим на диване и анализируем. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует...